Трактора, наполненные виноградными гроздьями, в период сбора урожая на винзаводе «Баса Винс» меняют друг друга в течение всего дня. Отправив ягоды в резервуар для переработки, они тут же возвращаются на плантации. Как отметил коммерческий директор фирмы Игорь Драгнев, сбор винограда, как правило, начинается с белых сортов, дальше уже по мере накопления в ягодах сахара. Мы начинали с фитяски, то, что региональный, очень редкий сорт. Также был савиньон, шардоне, пиногри, каберне, мерло, пинонуар. Вот это основные такие европейские сорта, самые распространенные, которые запрашивают. И считаем, что результат будет хороший. Надеемся на это, ради этого работаем. Что касается качества винограда, то, по словам Игоря Драгнева, оно хорошее, так как за виноградными плантациями был надлежащий уход. Конечно, с погодой не поспоришь, и люди иногда от этого страдают, но в целом урожай нормальный, с ним можно работать и надеемся на хорошие результаты. Какова закупочная цена на виноград в этом году? Она скачет буквально в каждый день, то есть начиналось с 4 лей и доходит, наверное, до 480 на сегодняшний день. То есть, если раньше было разграничение там белый и красный, то сегодня этого разграничения практически нету, и цена одинаковая на оба продукта. Прибыв на винзавод, виноград отделяется от гребни и попадает в цех микровиноделия. Здесь он проходит дальнейшую обработку. Как говорят виноделы, чтобы вино получилось качественным, необходимо соблюдать все технологические процессы. Во-первых, должно оно быть и мягкое, и питкое. Вино не должно быть резкое, оно должно быть прозрачное и доставлять людям удовольствие. Сезон переработки винограда, по прогнозам специалистов, завершится до 10 октября. Розлив вина на предприятии осуществляется круглый год. Продукция под брендом «Баса Вин» реализуется в странах Евросоюза, СНГ, а также в США и Китае. Продукция под брендом «Баса Вин» реализуется в странах Евросоюза, СНГ. Продукция под брендом «Баса Вин» реализуется в странах Евросоюза, СНГ.